Всем привет! Сегодня я проведу обзор в магазине Фикс Прайс, который находится в городе Ростов-на-Дону. Торговый центр Талер. Полочки просто переполнены товарами. Давайте не будем затягивать и посмотрим, что же там полезного, интересного и новенького. Всем приятного просмотра! Новые заколочки для волос за 79 рублей. Две штучки находятся в упаковочке. Состав нейлон, сталь, АБС. Размер заколки 5,5х1х2 см. А размер пряди 30 см. Симпатичные, яркие, радужные цвета. У нас было представлено в магазине два варианта. Вот второй. Такое красивое сердечко и единорог. Здорово! Новые массажеры для тела за 99 рублей. Позволят расслабиться, снять напряжение и размять мышцы в домашних условиях. Рабочими поверхностями являются небольшие гладкие шарики, с помощью которого удобно массировать разные части тела. Схема массажа указана на упаковке. Размер изделия 8х8х8 см. Симпатичные цвета. Косметичка на молнии за 199 рублей. Удобно будет брать с собой в поездки или использовать дома для хранения косметики и уходовых средств. Один большой отдел внутри. Молния хорошая вставлена. Вот такая золотистая подвесочка. Спереди милая золотистая надпись. Размер 3х22х12,5 см. Состав ПУ, полиэстер, нейлон, сталь. Есть разные варианты на выбор. У нас были вот такие три варианта. Ну, возможно, будут и какие-то еще. Стильный кошелек за 199 рублей. Размер 19х9,8 см. Состав ПУ, нейлон, сталь. Прошита неплохо. Приятная на ощупь. Имитация кожи. Внутри два отделения для купюр. Карман для мелочей на молнии. И 6 отсеков для пластиковых карт. Нашла три варианта расцветки. Приятные такие цвета. Не сильно яркие. Неплохо. И еще вот такой розовый. Рядышком увидела вот такую интересную сумку. Стоит 349 рублей. Неплохо сделана. Качество хорошее. Посмотрите, какие широкие ручки. Прошита тоже очень даже хорошо. Значит, сумочка довольно большая. 38х25х7,5 см. Высота ручек 25 см. Внутри есть дополнительный кармашек. Спереди вот такая блестящая вставочка интересная. Нашла три варианта расцветки. Состав ПВХ, полиэстер, хлопок, ПП, нейлон, цинковый сплав. Неплохо сделана. Мне понравилось. Накидка для стрижки и окрашивания волос. Стоит 59 рублей. Очень даже неплохо. 140х120 см. Состав полиэтилен. Неплохого качества такого. Ну, там наверняка будут еще другие варианты рисунков и цветов. Щетка для ногтей за 55 рублей. С интересными такими милыми животными. Вот это у нас уточка. Так, состав ПП, нейлон. Размер 8,5х3,5х6,5 см. Неплохого качества такого. Привлекает внимание именно ярким дизайном. Три варианта у нас было на выбор. Поросенок, кит и утенок. Органайзеры для косметики за 199 рублей. Выполнен в форме двухъярусной подставки. Можно разместить спонжи, лаки для ногтей, помады и другие средства для ухода и макияжа. Состав полипропилен. Такой цвет, как будто матовый. Из этой же серии, рядышком за 199 рублей, есть вот такой органайзер. Тоже интересный, а так как полочки. Можно поставить, кстати, на стол в горизонтальном или вертикальном положении. Состоит из четырех отсеков. Подходит для хранения косметики, аксессуаров, для макияжа и так далее. Можно, кстати, использовать даже для канцелярии, мне кажется, в детскую комнату. Два варианта, узкий и широкий. И еще вот такой органайзер есть. Стоит уже 79 рублей. Подойдет для хранения кисточек, расчесок и так далее. Ведро за 59 рублей. Хорошо подойдет для дома и на даче. Прекрасно подходит для влажной уборки. Небольшого размера, четыре с половиной литра. Состав полипропилен. И вот такой красивый рисуночек по бокам. Неплохо сделано. Очень легенькая, компактная, удобная. Есть еще фиолетового цвета. Было только два цвета на выбор. Посмотрите, какие необычные корзинки за 79 рублей. Выполнены из полипропилена. Интересным таким узором. И форма необычная. В целом неплохо, конечно. Будет смотреться оригинально в любой комнате, в ванной и так далее. Размер 26 на 26 на 7,2 сантиметра. Контейнер для хранения за 299 рублей. Вот этот у нас как раз для хранения всяких там мелочей, для шитья и так далее. Даже вот нарисовано спереди. Есть внутри вкладочка, удобная ручка сверху для переноски. И хорошими такими твердыми замочками по бокам. Похожие уже были когда-то в фикс прайсе. Давайте заглянем вовнутрь. Размер 25 на 17 на 17 сантиметров. Вот такие вкладка. Три места получается. Один большой и два одинаковых. И основной отдел. Неплохо. Хорошо, что прозрачное. Как раз будет видно, что находится внутри. Есть еще вот такой вариант. Написано домашняя аптечка. И даже, как видите, нарисованы всевозможные медицинские препараты. И написано. Неплохо сделано. Тряпка для уборки за 79 рублей. Размер 40 на 48 сантиметров. С яркими такими рисунками. Хорошо прошита. Такие похожие продавались. Он довольно большой, как видите, по размеру. И хорошо будет впитывать влагу. Но, по идее, не должна оставлять никаких следов. Два варианта расцветок было на выбор. Новые крючки за 79 рублей. Крючок 10 сантиметров. Посмотрите, в форме розы сделано. Золотого цвета. Вот здесь место для подвешивания. Качество хорошее, прочное. Состав полирезин. Нержавеющая сталь. Ну, специальные вот эти винтики для крепления, как видите, в комплект они не идут. А так, в целом, неплохо. Два варианта было на выбор. Серебро и золото. Смотрится, конечно, оригинально. Красиво. Привлекает внимание. В отделе декора появились новые фигурки. Называется Йога. Стоит 199 рублей. Состав керамика. Качество исполнения неплохое. Очень такое четко прорисованы все детали. Ну, фигурка, конечно, необычная. Это, конечно, на любителя. Вот кто занимается йогой, как раз вот отлично подойдет для интерьера. Есть еще вот такой вариант, посмотрите, черного цвета, с золотистыми такими большими сережками. Губы такие розовенькие. Тоже оригинально, конечно, смотрится. Но здесь уже, как видите, руки не изображены спереди. Без рук получается. Фигурка не тяжелая. А так, качество неплохое в целом. Ух ты, какие оригинальные ароматизаторы появились для дома. Стоит 149 рублей. Посмотрите, очень красиво. Как будто это у нас такие вот, не знаю, фонарики. Вот или как светильники ставятся. Очень оригинально выполнено. Мне нравится расцветка. Такой нежный голубой с белым цветом. Значит, сверху стоит защита. Нужно просто снять и все. И будет уже аромат у вас в комнате. Есть вариант вот с розочкой. Тоже смотрится красиво. Есть вот такой яркий яблоко. Зелененький такой цвет. Можно, знаете, даже просто поставить для украшения комнаты. Не обязательно, чтобы был вот именно аромат. И вот такой нежно-фиолетовый цвет. Это у нас аромат лаванды. Аксессуар для тушения горящей свечи за 199 рублей. Это тоже новиночка. Выполнен в виде изящного колокольчика на длинной ручке. Просто аккуратно накройте им горящий фитиль на несколько секунд. Аксессуар позволяет потушить свечу без гарри и брызг воска. Длина 20 сантиметров. Состав сталь. То есть полностью из стали выполнена. Есть вот черного цвета и серебристого цвета. Ручка тоже оригинально сделана. Неплохо. Мне нравится качество. Ну и смотрится, конечно, тоже интересно. Форма такая классная. В большом количестве выставили вот такие декоративные подносы. Стоят они 299 рублей. Красиво выполнено. Посмотрите, с симпатичными узорами по бокам. С двух сторон имеются отверстия. Это ручки для удобного переноса. На нем можно разместить любые фоторамки, небольшие кашпо или украшения. Ну, просто украсить комнату. Есть еще вот такой вариант, как цвет дерева. И внутри вот с симпатичными рисуночками. Состав МДФ. Ух ты! Микрофон за 199 рублей. Для занятий вокалом отлично подойдет. Выступление, караоке в домашних условиях и другие задачи. В комплект входит длинный провод 280 сантиметров, переходник 3,5 на 6,3 миллиметра, ну и так далее. Все остальные там чистота, диапазон, все это указано на упаковочке. Состав сталь, полипропилен, ПВХ, черного цвета. Неплохо, конечно. Новые наушники с микрофоном и чехлом. Стоят 149 рублей. Яркий дизайн. Посмотрите, насыщенные цвета, рисуночки такие летние. Значит, длина провода 115 сантиметров. Так, давайте я вам покажу поближе всю информацию. Кому интересно, можете остановить, ознакомиться поподробнее. А мы посмотрим вот на чехольчик. Очень прочный такой чехол, не мягкий. Открывается крышка, просто поворачиваете в сторону. Не наверх, а в сторону. Вот таким образом сейчас покажу. Вот так. Вот, мне понравилось, неплохо. И вот сами наушники, провода. И вот так выглядят наушники. Хороший вариант. Конечно, надо пробовать, смотреть, насколько хорошо будет звучать музыка и так далее. Четыре варианта было на выбор. Вау, ну вот этого я точно не ожидала в фикс прайсе. За 349 рублей клавиатура проводная. Вот это да. Насколько вы знаете, такие, конечно, стоят намного дороже в других магазинах. Ну и отличаются, наверное, качеством. Но в целом смотрится очень даже неплохо, я вам скажу. Длина кабеля 130 сантиметров. Количество клавиш 104. Подключается к устройству с помощью USB кабеля. Мне нравится. Слушайте, как раз у меня недавно ломалась клавиатура. Я вот искала. Но, к сожалению, цены, конечно, мне попадались намного дороже. Все вот в одном цвете представлено черного цвета. Монопод для селфи с пультом управления стоит 299 рублей. Так, ну давайте посмотрим. Можно использовать в качестве монопода или штатива. Для устройств шириной не более 90 миллиметров. Максимальная длина ручки 68 сантиметров. Я специально показываю все надписи поближе. Кому интересно, можете остановить и ознакомиться. Давайте посмотрим на сам монопод. Посмотрите, какой яркий цвет мне попался. Неплохо. В целом качество прочное. Не тяжелое, но и не совсем легенькое. То есть устойчиво будет стоять на поверхности. Рабочая дистанция до 10 метров. Состав АБС, сталь, силикон, полипропилен. Вот так вот у нас двигается, получается, поднимается, опускается. Выдвигается ручка. Но еще длиннее можно сделать. Это я вот чуть-чуть показала вам просто. И вот здесь мы, получается, удлиняем место для как раз телефона или какого-то устройства. Вот так открываются снизу ножки, чтобы поставить на поверхность. Будет стоять устойчиво, конечно. Крепкие ножки такие. И в целом само устройство очень неплохого качества, я вам скажу. Особенно за такую цену. Есть разные цвета. Кемпинговый фонарик за 349 рублей. Это тоже что-то новенькое. Работает от трех батареек типа 2А. В комплект они, понятно, не входят. Сверху вот такие удобные ручки для переноски. Кстати, можно и повесить, мне кажется. Два режима свечения. Сверху вот этот круг, это у нас мигающий разноцветный будет свет проекционный. Вот здесь у нас кнопочка. И, как видите, еще одна ручка. Можно либо переносить, либо повесить. Кому как удобно. И также этот фонарик вот таким образом раскрывается. Посмотрите. Поднимаете, получается, наверх. И там будет просто белый такой теплый свет. Вот покажу вам, как на картинке. Вот такой. Неплохо, конечно. Рядышком есть еще вот такой вариант за 349 рублей. Также фонарик кемпинговый, светодиоидный. Работает от трех батареек типа 2А. Также в комплект тоже не входят. Тоже смотрится оригинально. Дизайн такой интересный. Вот здесь у нас получается включить-выключить. Крутите туда направо-налево. Вот так вот ручка у нас выглядит. Ну, неплохо в целом. Мне тоже нравится дизайн. Красиво. Мини-вентилятор за 249 рублей. Аккумуляторный. Станет незаменимым, конечно, помощником в жаркую погоду. Компактный. Поэтому идеально подходит для установки на рабочий стол прямо в офисе. Предусмотрено три режима скорости. Заряжается через кабель USB. Он входит в комплект. Вот он, этот кабель. Длина кабеля 28 см. Максимальное время работы на минимальной скорости до 2 часов. Состав АБС, сталь, медь, литиевая батарея. Знаете, смотрится очень даже неплохо. И удобно держать в руке. Действительно, не тяжелая. Вот такая подставочка. Как показано было на картинке, вот здесь, снизу, можно даже поставить там телефон или планшет. И сидеть, смотреть что-то. И, допустим, ой, смотрите, он заработал. О, ух ты. Ну-ка. Там, получается, видимо, был он заряжен. Поэтому он заработал. И, как видели, когда нажимаешь, там светится даже. Вот первый режим. Второй. Третий. Три режима. Слушайте, круто, конечно. Неплохо. Мне очень нравится. Есть разные цвета. Есть еще вот такой большой фонарик за 349 рублей. Фонарик светодиодный. Тоже, посмотрите, получается с этой стороны светится спереди. И еще есть сбоку. Сверху у нас кнопка включить-выключить. И удобная ручка для переноски. Такой фонарик удобно будет брать с собой, допустим, в поход, на природу, там на рыбалку, ну и так далее. Несколько режимов свечения. Есть еще черного цвета. Так, и синего еще нашла. Еще одна новиночка, 249 рублей. Это у нас контейнер для мусора в автомобиль. Посмотрите, какая интересная новинка. Сверху имеется крышка. Крышка на пружинке. И вот такая вот получается форма. Крышка здесь даже, вон она, изнутри. Вот здесь у нас клипса, держатель, чтобы удобно было крепить. Можно на дверцу, ну или там куда-то, в другое место, где вам удобно. Здорово. Следующий это у нас насос велосипедный. Стоит 299 рублей. Насос идет с насадками для мяча. Слушайте, оригинальный такой насос. Похоже, уже было что-то, но это качество, мне кажется, получше даже сделано. Попрочнее. И форма немножко другая. Так, ну давайте посмотрим. Здесь, конечно, все, что нужно находится внутри в комплекте, есть несколько цветов. Набор инструментов за 249 рублей. В набор входит 9 предметов. Находится вот в такой коробочке, как чемоданчик выглядит. Сверху коробки имеется удобная широкая ручка для переноски. Вот она. Давайте заглянем вовнутрь. Значит, в набор входят шестигранные ключи, 5 штук, отвертки, 2 штуки разных. Вот, посмотрите, они отличаются между собой. Нож с выдвижным лезвием и плоскогубцы. Качество неплохое. Мне нравится. Очень удобно будет, конечно, взять с собой куда-то, в машину положить и так далее. Крышка закрывается вроде бы крепко. Настенная полка за 299 рублей. Такое тоже первый раз встречаю в фикс-прайсе. Посмотрите, какие интересные. Выполнены из МДФ сталь полипропилен. Размер 45 на 7 на 12 сантиметров. Можно разместить подсвечники, рамки и различный декор. Качество мне очень понравилось. На удивление, очень хорошо сделано. Действительно прочное, толстое такое, не тонкое, не хлипкое. Хорошая новиночка. Послушайте, есть несколько цветов. Вот еще белого цвета я нашла. И еще увидела черного цвета. Вот он как выглядит. Можно их сочетать, либо взять одинаковые цвета и повесить. Рядышком еще один вариант декоративной полки. Тоже стоит 299 рублей. Оригинальная форма. Лаконичная, стильно смотрится, конечно. Можно разместить одну или несколько полок в спальне, гостиной или рабочем кабинете. Изделие подвешивается на шнурок. Шнурок очень толстый, прочный. Размер 30 на 8 на 1,2 сантиметра. Состав МДФ Тирилен. Вот еще черного цвета. Посмотрите, как смотрится в сочетании с белым. Здорово, конечно. Оригинально и украсит также интерьер. И можно расположить там что-то интересное и придумать что-то, в общем, красивый уголок какой-то. Есть еще вот такого серого цвета. Три варианта. Жалюзи на окна за 199 рублей. Размер 150 на 50 сантиметров. Защитят от яркого солнечного света и помогут создать комфортную обстановку. В комплект входят универсальные жалюзи, лента-липучка, фиксатор и подробная инструкция с рисунками. Состав нетканный материал полипропилен. Вот поближе вам показываю как раз-таки инструкцию. Можете также остановить и ознакомиться поподробнее. Неплохо первый раз такое тоже вижу в фикс-прайсе. На выбор у нас было только в черном цвете. Возможно, есть и другие. Чехол на сиденье стула стоит 149 рублей. Посмотрите, то есть это не полностью вот со спинкой, а только вот на сиденье. Качество такое же, как вот были представлены именно для спинки. Ну, совместное. Все то же самое на резиночке. Размер 35 на 48 сантиметров. Можно выбрать разные цвета. Бежевый, синий, коричневый. Вот такой коричневый и темно-синий. Чалма вафельная стоит 99 рублей. Посмотрите, на рисунке показано, как правильно им пользоваться. Размер 63 на 24 сантиметра. Вот так выглядит. Состав 100% хлопок. Ну, неплохо, конечно. Как раз вот можно взять с собой куда-то в поездку. Есть только светлых цветов. Губка массажная для тела стоит 39 рублей 50 копеек. Сторона из более жесткого материала предназначена для массажа, в процессе которого усиливается кровообращение. А мягкая сторона губки подходит для деликатного очищения. Размер 140 на 100 на 48 миллиметров. Несколько цветов. Детские плавательные шорты за 199 рублей. Состав 100% полиэстер. Сверху на широкой резиночке и с повязками. Изнутри есть, значит, слой такой тонкой ткани, которая вот как в виде трусиков. Есть несколько цветов. Также есть такие же плавательные шорты, только мужские. Стоят они уже 299 рублей. Хотя вот на бирочке было написано там женские, но это мужские. Так, также на резиночке, на повязках. Прошито отлично. Материал не толстый, тонкий, дышащий как раз таки. И есть несколько цветов. Есть вот такой красивый голубой, морской, вот с пальмами. Зелененький вариант. И салатовый с черным. Четыре варианта было на выбор. Детские сабо за 249 рублей. ЭВА. Зеленый яркий такой насыщенный цвет. Съемный пяточный режим предназначен для комфортной фиксации стопы при ходьбе. Отверстия, как видите, спереди открытые. Рифление на подошве гарантирует идеальное сцепление с любой поверхностью. Ну и, конечно же, их будет очень удобно мыть. Есть несколько вариантов. Вот такой вариант. Тоже, в принципе, смотрится хорошо. И еще нашла вот такой бледно-голубого цвета. Здесь немножко другой дизайн. Новиночка появилась в отделе канцелярии. Коврик раскраска. Посмотрите. Размер 50 на 35 сантиметров. Подложка для стола. Значит, подходят туда фломастеры на водной основе. Они легко будут стираться. То есть, можно несколько раз вытирать, разукрашивать. Есть варианты как для мальчиков, так и для девочек. На самом деле, вариантов там очень много. Но я вам показываю несколько вариантов. Посмотрите. Сказочные существа. Красиво, конечно, будет смотреться. Блокнот «Сказка» стоит 249 рублей. Блокнот с мягкой обложкой и изображением мультипликационных героев. Имеет декоративное украшение в виде разноцветной косички и блестящей броши. Можно использовать для черчения, рисования или письма. Закладка, ленточка также имеется внутри. Листочки у нас. Давайте посмотрим, какие. В клеточку, по-моему. Да, в клеточку идут. Формат А5. 96 листов в клетку. Состав бумага, полиэстер, полиуретан. Красочный, конечно, блокнотик. Есть разные варианты. Но я вам показываю те, которые попались мне в магазине. Наверняка есть и другие. Обложка «Органайзер». Посмотрите, это тоже, по-моему, похожее. Что-то продавали. Цену я, правда, на него не нашла. Так, качество хорошее, мягкое. Внутри разные есть размеры. Как для паспорта, так и для карточек, страховых и так далее. Здесь много отделов. Можно даже положить какие-то документы. Размер 236 на 227 миллиметров. Есть даже вот такой большой для листа А4. Так, ну, много отделов. Неплохо, конечно. Можно взять туда, сложить все необходимые документы и, допустим, пойти в поликлинику или еще куда-то. Есть несколько вариантов дизайна. В продаже появились ростомеры. Стоит 79 рублей. С красочными и милыми рисуночками. Это простой и наглядный способ показать ребенку, как он развивается, растет и становится взрослее. Если рядом с измерителем, шкалой подписать, например, возраст малыша, дату и так далее. Высота 50 сантиметров от пола. Максимальное значение на ростомере 150 сантиметров. Папка с файлами для документов. Стоит, если не ошибаюсь, 199 рублей. Посмотрите, внутри уже прикреплены файлики, но они, как видите, находятся не на кольцах, то есть там уже нельзя будет вложить или поменять. То есть вот оно такое и остается получается. 30 файликов находится внутри. Есть разные варианты расцветок. И вот такой черный. Игрушка робозверь. Стоит 349 рублей. Умеет ходить и грозно рычать. Просто потяните за рычажок на спине игрушки, чтобы она начала двигаться и издавать звуки. У робозверя большие лапы, а также шины на спине и хвосте, которые защищают его от нападения и так далее. Размер 27 на 10 на 13 сантиметров. Работает от двух батареек типа 2А. Ну, батарейки в комплект не входят. Игрушка качественная. Есть разные варианты. На сегодня мой обзор на этом заканчивается. Как видите, товаров действительно очень много. Ну, постаралась показать вам все, что было интересное и полезное. Ну и новиночки также. Спасибо всем, кто смотрит и поддерживает. Желаю вам хорошего настроения, всего самого наилучшего и мирного неба над головой. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok